сегодня у нас 26 февраля 2019 год это вот я нахожусь на восьмом этаже это у нас краевая больница в варнауле вот это вот мое отделение где лежу сейчас гастроэнтерологическое отделение здесь вход сейчас у нас карантин идет никого не пускают только передачки там дети есть передают это так вот ночное время выглядит у нас все тут у нас вот есть лифты которые спускаться можно вот два штуки основу встречает у нас на втором этаже и на первом основу на втором и передачки передаем немножко решил рассказать какие были свидетельства здесь беседы с людьми там страсть не рассказывать что других людей не смущать свои съемками что было первый день когда мне привезли это было в пятницу сегодня у нас вторник вечером уже нас положило четверо в одну палату именно в этот же день они вместе со мной троллили была беседа начал конечно обязательно говорить о боге свидетельствовать о христе с людьми один из них полицейский попался он будет любой закон можно перед толковать так как ему угодно ну то есть человек который привыкший может к указству нет именно уж и сказано не убей то уж не убивает тем более господь сказал что что если кто-то будет брата своего ненавидеть он уже есть человек убийца и вот такие вот в мерах именно хорошее свидетельство были вопросы один у нас мужчина с деревни покровка мамонтовского района приехал все же животами болеют у кого разные болезни к язву у другие там болезни кишки там желудки связаны в одном отделении лежат и мужчины и женщины в разных палатах конечно женщина отдельно мужчина отдельно даже нас на второй день сходил раздал у меня была пачка с евангелием 16 штук полностью раздал то есть по палатам прошел со своего деления вот и раздал в основу женщины брали мужчины редко вот это я зашел в столовую и предложил кому надо евангелие задуматься спасение души и вечности но это раздал и некоторые потом меня где-то воскресенье пригласили на беседу женщины там 17 палата и 18 там отвечал за свидетельствовал ему христе библию показал что надо жить по слову божьему а потом были вопросы различные там с ним побеседовал потом разошлись поблагодарили все вот одна женщина уже несколько раз подходит она читает красный евангелий который отдал по благословению патриарх кирилла вот и задает вопрос вот сегодня подошла уже после тихо тихого часа у нас тихий час тут с двух днем с двух часов до пяти она подходит и спрашивает меня а вот что значит что господь принесет меч и разделит что он невестку со свекровью там отца с детьми своими там мать с дочерью своей вот я и объяснил что это означает что разделение когда кто-то один из в этой семье из людей верует во христа а другие не остаются неверующие то есть они приняли христа не приняли слова его мне конечно так что у нас сердцем становится начинает ожесточаться на людей говорить и вот в таком вот объяснил я не словно в другом еще был вопрос тоже тоже объяснил привел вместо писания что почему меч потому что слово божье она жива и действенно и время 4 12 говорится разделяет судит помышление намерение сердечное что то есть человек человек перед человеком стоит выбор сделать или добро для бога служить богу создателю христу сына его единодородной воли все-таки это лица для того чтобы исполнить волю свою или там девушку тоже от человека зависит как он захочет вот так вот ходят будни такие вот насыщенные с божьей помощью что еще рассказать питание тут хорошие люди добрые врачи обходительные то есть стараются помочь как-то те советом это что-то либо даже у меня нас вчера вот положили еще одного человека спецназовец 26 лет парень здоровый такой высокий крепкий мужчина ну я молился об этом думаю как-то ему бы надо начинать беседовать с ним верующего не верующий но видно что человек живет миром идти ну и вот он сегодня сам подошел днем ко мне и задал вопрос к тут у меня поясок есть на поясе на поясе вот именно там где-то у меня молитва написана на этом поиске но она гиппо стерлся уже что мне делать верну раз это святая вещь освещенная раз там святые молитвы буду то говорю раз она пришла в негодно негодность то можно сжечь в огне купи новый пояс тогда себе ну грул главное конечно для человека то чтобы он исполнял западе христа тоже по западе божьим ну и с этого началось свидетельство ну пока к сожалению человек этот не принял даже немножко как бы так дискуссия такая жарко получилось с ним начал у него просто не вмещается евангельские слова как так любить врагов это подставлять правую щеку то есть невозможно также кто живет так по милости божьей у нас есть общины мы стараемся жить где-то ты спотыкаешь ему стараешься то есть молишься господь дает тебе силы исполнить его заповеди святые господь живет я вот сам создал свою семью сам работу нашел там я такого здоровый крепкий сам все сам 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 я я я я горит вот потом я привел пример того что ты вот сейчас данный момент говорю своим ягоду нарушаешь вторую заповедь не создай себе кумира для себя сделал кумира потому что мы же должны говорить что тебе бог помог то есть божьей помощью все это сделал а не то что я я я ну вот он где-то то я сделал как бы при своем мнении таком остался ну беседа продолжалась а потом заходит виктор андреевич яковлев который у нас здесь больница работает и я с ним ушел после этого беседа уже не было в основном все что я хотел засвидетельствовал ему то есть сказал по слову божи о западе христовых что господь хочет чтобы мы отреклись от отреклись от себя то есть взяли крест свой пошли за ним исполния святого заповеди то есть бога поставить на первое место а второго же там второстепенно семья работа и тогда ли все эти земные наши дела вот так вот поскольку господь не дает свидетельствовать так вот и благовестую хожу я еще есть красный евангелие тут меня просто завалили братья и сестры своими подарками можно сказать приносит не идут там что-то почитать словом поддержат звонят непрестанно мне в течение дня по несколько раз разным братья и сестры и узнают как чего что у меня происходит то что у меня происходит по болезни вот я на пол может болезни начать у меня язва обнаружилось 0 5 миллиметров в желудке вот лечит пока еще таблетками то есть ничем пока еще никакие процедуры такие не назначены вот а вот таблетки там другим ставят и капельницы и там другие процедуры с ней проходят а у меня пока только таблетками врачи вот сегодня два врача приходила одна пожилая женщина другая молодая девушка вот пожилая женщина только сел к ней за столик она сразу ночью нагрешил так как я первый вопрос дает я сразу раз такой как бы оправдываюсь то нет вроде не сильно раз типа болезнь вроде нагрешил я тут может быть если я не оправдываюсь может чем-то и согрешил пред господом вот как говорится чрезмерно лопал раз такой болезни попал но с другой стороны понимаю что это господня воля то есть его промысел божий чтоб я мог здесь тоже нести людям евангелие слово божие вести вот так молюсь встаю как обычно мы сигнатируем 440 стоим каждом каждом утро также встаю дело ему звонок надежи васильна дело звонок то что она попросил звонить потому что они на разгад проспала до пяти часов то есть постарайся тоже подбадривать ну как бы вот так в основном все слава богу живот у меня перестал болеть только таблетки стал принимать то есть препятствий нету не таких ну все слава тебе господи наш слава тебе алилуйя аминь